Привет, друг! Меня зовут Джонни Кола, а это мой коллега-редактор раздела технологии на Канобу Никита Богуславский. Сегодня мы подготовили для тебя обзор весьма необычного гаджета. В этих коробках лежит настоящая вышка сотовой связи МТС, и прямо сейчас мы разберем из чего она состоит и как работает. Поехали! Вот это антенна. На вышке таких установлено три, каждая из них направлена в свою сторону и покрывает сигналом сектор в 120 градусов. Таким образом сигнал от базовой станции может расходиться на все 360. Коробка у Никиты в руках это радиомодуль. С помощью специального кабеля к нему подключается антенна, и, собственно, без него в этой антенне не было бы никакого смысла. В защите корпуса радиомодуля не страшны ни ливень, ни снег, ни палящее солнце. Каждый раз, когда ты загружаешь фоточку в Инстаграм через мобильный интернет, твой смартфон совершает сложнейшие операции, преобразуя изображение в двоичный код, который передается через радиосигнал. Антенна на ближайшей вышке сразу же улавливает этот сигнал, чтобы потом от базовой станции эта информация отправилась в систему серверных под названием «Ядро», где информация обрабатывается и затем отправляется до конечной точки, в нашем случае в Инстаграм. Надо сказать, что помимо новых методов кодирования сигнала, у мобильных операторов в запасе есть много других фич, которые помогают увеличить скорость передачи данных. Например, система с забавной аббревиатурой MIMO. Multiple Input, Multiple Output. Она позволяет сразу двум антеннам вышки и принимать, и отправлять сигнал. Помимо нее есть технология Carrier Aggregation, позволяющая телефону принимать поток информации сразу в двух радиодиапазонах от одной вышки, увеличивая при этом скорость передачи данных почти в два раза. Правда, это работает только в 4G. Тем временем Никита уже добрался до системного модуля базовой станции. Вот он. Модуль, не Никита. В этой коробке находятся мозги вышки, которые, надо сказать, располагаются даже лучше, чем ты у себя дома или в общаге, ведь внутри есть и обогреватель, и кондиционер. Это нужно для того, чтобы тонкая электроника, управляющая радиомодулем, и работой всей базовой станции в целом никогда не перегревалась и не замерзала. Системный модуль обрабатывает уже декодированный радиомодулем сигнал, после чего он, наконец, покидает вышку и по транспортным магистралям отправляется к ядру сети. А ядро — это целое здание, напичканное специальным оборудованием, которое распределяет интернет-трафик. Один абонент стримит музыку на свой телефон, другой читает канобу, третий выбирает подходящий тариф в приложении МОМТС. Каждого нужно соединить с нужным ресурсом. Кстати, ядро далеко не одно на всех. Таких объектов много, и они разбросаны по всей России. Каждый из них хорошо охраняется не только от проникновения, но и от хакерских атак. Вот так, друг, работают вышки сотовой связи и мобильный интернет, без которого, согласись, наша жизнь была бы совсем другой, в чем-то немного скучнее, в чем-то менее удобной. У мобильного интернета должен быть свой праздник, поэтому 30 сентября канобу и МТС предлагают всем отметить этот день. Подробности ищи на сайте idaymts.ru, ссылка в описании. А с тобой были Джонни Кола и Никита Богуславский. Заходи на канобу.ру и до встречи на том же самом сайте.